Угрожали убить всю семью. Таким методом трое мужчин пытались убедить юриста одной из адвокатских контор, отдать им 1 миллион рублей. Полицейским удалось задержать вымогателей в апреле этого года в ходе оперативной разработки. Подробнее в материале Рамиля Шайдулина. Ты вопрос задали. Деньги привез? Кричать на меня не надо, пожалуйста, ладно? Ты сейчас прилюдно сказали. Челеск вернул. Повышенный тон и угроза нанести вред здоровью. Именно так трое мужчин в возрасте от 28 до 33 лет пытались выбить 1 миллион рублей у потерпевшего. Нет, 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 стоп, стоп, ребят, я не зайду вон это. В ходе следствия установлено, что жертвой вымогательства стал юрист, работавший в адвокатской конторе, принадлежавший одному из подозреваемых. Со слов потерпевшего конфликтная ситуация возникла, когда его заставили заняться заведомо проигрышной апелляцией по одному из гражданских исков, за который клиент заплатил порядка 600 тысяч рублей. После того, как иск был проигран, мужчина выдвинул требование вернуть деньги. Свой гонорар в 150 тысяч рублей юрист отдал и объяснил, что остальную сумму забрал руководитель фирмы. В ответ начальник конторы, чтобы избежать выплаты своего счета, стал требовать потерпевшего 1 миллион рублей. Поясняя это тем, что он самовольно тратил деньги организации на рекламу и ремонт. В качестве силовой поддержки выступили два его товарища, которые лично и по телефону угрожали расправой ему самому и его семье. Ты же, б***ь, уткнулся, как баран. Да не баран я и не уткнулся. Барана, заряжем просто. Курбам, баран, замутим тебя. Более того, на придомовой участок потерпевшего демонстративно подкинули отрубленную телячью голову. Все это должно было сказать о серьезности намерений вымогателей. Полицейским удалось задержать подозреваемых в апреле этого года в ходе оперативной разработки. Главным следственным управлением МВД по республике Тарстан возбуждено уголовное дело. По признакам преступления предусмотрено участие второй в статье 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом Бахитского района Казани в отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также выяснилось, что все трое задержанных участники одной из преступных группировок Казани, двое из которых ранее судимы за умышленное причинение вреда здоровью и подделку документов. Рамиль Шайдолин и Фиса Минязова. Вызов 112.